Всем привет дорогие друзья, с вами Саша Шкудун, добро пожаловать в очередное видео. Сегодня я хочу рассказать вам немножечко о котле. Думал я, думал и решил все-таки заказать терморегулятор, чтобы регулировать температуру помещения. То есть ты не просто включаешь котел и он ее греет до невероятности. А с помощью терморегулятора указываем, насколько протапливать то или иное помещение, где находится этот терморегулятор. То есть вы на терморегуляторе выставляете например 23 градуса и котел шарашит и поддерживает такую температуру, чтобы у вас в помещении было уютно, комфортно и тепло. Сегодня приедут нам эту штуку ставить, посмотрим, разберем, насколько она способна экономить электричество. Знаете ребята, тут по-разному. Я слышал о том, что газовый котел например с терморегулятором экономит 30-40% электроэнергии. Также я слышал о том, что руковой электрокотел тоже вы будете экономить электроэнергию за счет того, что снизится нагрузка на котел. Он не будет часто включаться-выключаться, он будет поддерживать там температуру определенную. Лучше подключайтесь в розетку. Да? Хорошо. Тогда там сделаем удлинитель. Або можно до светлодиодной ленты подключиться до перехода 220. Мы решили поставить термостат на вот эту вот штуку, на котел. Сейчас как раз занимаются. Вернее не термостат, а терморегулятор, чтобы регулировать со смартфона. Температуру котла. Вот установил такой вот Smart Life. Здесь все стандартно. Логин, пароль, создать отчетную запись. Все, короче, разрешаем. Все, и теперь добавить устройство. Ну еще да, нет, потом будет. Значит, к нему идет повинец самого терморегулятора. Вот такая вот штука для отслеживания температуры в помещении. Тоже протестируем, как она там работает. Либо вешается на стену, либо просто ставится на полочку. В данном случае будет пока стоять вот так. Выбираете мелкая бытовая техника, Wi-Fi 2.4. Вводим пароль. Ну, потом вы можете в спектаке, ну, айф, что вам потребно снять, можете просто удалить, типа на аналоге. Да, ничего страшного. Перезагрузите устройство. Убедитесь, что мигает, да? Окей. Ну, добавляет устройство. Убедитесь в наличии, сигнал Wi-Fi. Ла-бла-бла. Минуты, 2 минуты ему на это, типа. Может, с первого раза он не сбывается, что штука. Завершено. О, значит, завершено, значит, берегите. Окей. Сейчас. Типа комнатная, да? Да. Зараз мы выставили на термостатке 15 градусов. Из-за того, что он был в руках, у нас пока 24,5 градусов. Если мы поднимем оттуда, вам через несколько секунд покажет, что у вас температура поднялась. Ну, вот, затримка, связанная с интернетом, передачей данных. То есть можно здесь указывать температуру? Зараз вы, побачите, бачите, поднялась температура. Теперь вы можете плюс-минус указать, будь-якое значение вам удобное. И, побачите, что сейчас табло засвитится, и температура ваша изменится. А с декой затримкой. Ну, понятно. Упс, разветилось. А здесь ты не регулируешь вот эту температуру? То вам зачем температуру регулировать? Вы теперь регулируете температуру комнаты. Температуру носителя вам не нужно регулировать. Ну, мы, если, допустим, хотим выключить. Если выключите полностью, то он не включится, если вы возьмете просто такой, выключите полностью. Он не включится, котел на отопление, он не включится. То есть он просто будет? Чекать команду. Я просто думал, что мощность можно регулировать. Если, допустим, смотрите, я поставлю тут 35 градусов. Ну, котел будет работать до тех пор, пока он не достигнет температуры в помещениях. То есть чем выше там градус, ну, все равно надо переключать будет, да? Да. Ну, лучше поставить в софт, потому что котел тут не понимает, как ему разгоняться лучше. Потому что все еще будет экономия. То есть, типа, чтобы запас мощности у него был, да? Да, можно на максимум ставить, но мы понимаем, что он не будет постоянно брать, допустим, цели. Сколько тут? 9 кВт? А нет, 14 кВт. Нет, тут 9 вроде. 9 кВт, да. 9 кВт он не будет, что в годе не брать. Он будет включаться, просто будет котел набагаторидше. Он будет брать там 2 раза на день 9 кВт. Обычные батарейки, 2 штучки. У мастера даже газовый котел с точно такой же штукой. И он экономит 20 примерно процентов на ресурсе, скажем так, на топливе. Благодаря тому, что стоит комнатный датчик, который показывает температуру. Если температура, допустим, вам нужно 22, котел будет ее поддерживать. Если вам нужна температура 21, опять-таки, котел тоже ее будет поддерживать, выключаться в тот момент, когда у вас в помещении, допустим, и так 21 градус. Как только там температура упала, он снова включился, накачал и снова отключился. Но делает он это плавненько, то есть вам не нужно бегать постоянно, включать-выключать. Вы с помощью даже телефона задали температуру, и все у вас ништяк. В любой комнате задали температуру, и счастливо проводите там время, согревайтесь. Как по мне, это значительно удобнее, чем просто мы ставим на котлет 35-40 градусов, и не понимаем, насколько он отопит помещение, на какую температуру, есть ли теплопотери при этом. А так, ты четко выставил на датчике температуру, сейчас я вам покажу. Вот, допустим, у нас сверху стоит датчик 21, котел выключен, потому что и тут и так 21 градус. Я могу увеличить градусы, допустим, да, я хочу, чтобы здесь у меня было 23 градуса. И вот котел начал работу, чтобы в этом помещении, вот в данный момент, было 23 градуса. Сейчас здесь 21. Котел включился. Дальше я говорю, не, ребята, я хочу, чтобы у меня здесь оставался 21 градус в этом помещении. И с определенной задержкой по Wi-Fi он оценивает температуру, передает сигнал по Wi-Fi на котел. И котел, если он увидит, что температура достигла 21 градус, он просто отключится и не будет работать. Постоянно, как это у нас происходило раньше. Ну, понятно, если вы его подержите, он в руках сможет нагреться. Лучше, конечно, его там ставить на стену или на полочку, где отсутствуют нагревательные элементы. Допустим, рядом с роутером, тут он тоже может отдавать тепло. И тут может быть теплее, чем в квартире, в остальной. Поэтому лучше поставить, условно, где-то его на полочку, на диван положить. И он будет работать до тех пор, покуда здесь не будет 21 градусов. И вот именно благодаря тому, что температура не падает, держится одна, он выключается, котел. И происходит экономия электроэнергии. Если он постоянно шарашит, у вас каждые там считают, киловатты тикают. А так вы выставили температуру и все. Получается, смотрите. Еще одна фишка в том, что можно на котле выставить максимальную, задать ему температуру. Вот, допустим, максимально 45. И он будет шарашить на 45 до тех пор, пока не будет, вот, собственно, столько градусов. Можно поставить 50, чтобы он быстрее набирал. И он будет следить за температурой. И что самое хорошее, вам не нужно к нему постоянно бегать, отключать его и включать. Вы выставили температуру, какую желаете получить в помещении. И все, он под эту температуру сам шарашит, сколько ему надо по мощности. И будет продолжать это делать до тех пор, пока такая температура не будет в комнате. Это огромное преимущество. Огромное. То есть вы на ночь, допустим, ставите 18-19 градусов в помещении и поддерживаете ее. Все. И тем самым происходит экономия. Или если вы уехали, указываете минимум 15 градусов в помещении и все. И на 15 градусах он там держит, отапливает квартиру. Перед вашим приездом, там, за час укажите больше. Он начнет температуру увеличивать и, соответственно, будет вам комфортнее. Вы приедете в уже теплую квартиру. Это огромный плюс. Да, тут помимо температуры есть разные режимы. Manual Economy Auto. Автоматический типа режим. И что хорошо, тут можно настроить недельные настройки. В зависимости от того, когда вы просыпаетесь, когда вы уходите. Здесь выставляете температуру. И термостат, в принципе, эту температуру будет поддерживать. И это прикольно. Удивение. 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 Удивение.